Я бы хотел отметить, наверное, из результатов года несколько основных таких вещей. Мы несколько лет выстраивали всю нашу работу, все наши действия под программы увеличения объемов работы, повышения эффективности работы в тепловых сетях. Потому что для нас это действительно более сложная составляющая нашей компании. Если в генерации есть понимание, чего делать, ну не то, что понимание, мы уже делаем и больше 5 программ завершили, мы, собственно, привели масштабную оптимизацию состава оборудования. Это вылилось во многие проекты. Программа оптимизации узлов, отдельное решение по переводу нагрузок закрытия ТЭЦ, строительство новых котельных. И мы, собственно, близимся к тому, что с точки зрения генерации мы получаем уже в компании оптимально работающий по составу и по эффективности комплекс. В тепловых сетях проблем больше, их было изначально больше. Это и, собственно, старение оборудования, и технологическая схема с ее меньшей эффективностью работы. Здесь было сделано много и огромное количество работ. И входы в концессию, и вход в ценовые зоны, и, собственно, увеличение сильное, кратное уже у нас получается увеличение за последние годы. Это программы с большей направленностью в тепловые сети. И результатом явилось то, что мы в 2021 году впервые в истории компании заменили всего 721 на километр тепловых сетей. Для нас это значимо, я бы назвал так даже скачок, потому что раньше мы меняли там и 200, и 300, дошли до 400, и 721 километр, конечно, существенно влияет на качество поставляемой нами продукции. 5 тысяч километров тепловых сетей приняли на обслуживание в компании. Они приходят к нам со своей аварийностью, со своим состоянием, и мы через консессионный, либо через инвест-проекты, собственно, приводим их в порядок. И в этом смысле аварийность, а также удалось удержать не в логике прироста. Вы в самом начале своего выступления говорили о санкциях и концессиях. Хотелось бы немножко конкретизировать относительно царатов и блоков. На каком этапе реализации находится концессионное соглашение в Балакове и в Саратове при сложившихся экономических условиях? Скажутся ли санкции на выполнение обязательств по концессии в Саратове? На какие объекты будут направляться выделенные средства в первую очередь в Балакове? Есть и плюсы, и пока и некие минусы. Я думаю, вы сами уже наблюдаете результаты концессионного соглашения, собственно, в Саратове. В Саратове заменили порядка 63 километров трубопровода в тепловой изоляции, 4 СТП, 4 котельные, котельные там и обновили часть оборудования. У Балакова 29 апреля глава города издал постановление возможности концессионного соглашения, ну а дальше пошли процедуры. Поэтому Балакова по плану той концессии, которая, понятно, там сейчас жизнь, она меняется, в том числе то, что вы обсуждали уже много раз из происходящего в 22-м году, мы досчитываем там сейчас все обоснования концессии, объемы, ну собственно, ответственность, ну чтобы, ну в логике говоря, просто реагирование на ситуацию, которая есть. То мы потому идем в сторону и забираем все сети, чтобы тогда уже весь комплекс для потребителя, включая заключенный договор напрямую на поставку тепла, компания была реализована, тогда мы отвечаем, потребитель знает, с кем на эту тему общаться, при том, что если есть там, в том числе, недовольство или какие-то проблемы, включая там неправильные расчеты или еще что-то. Тогда это приходит в какую-то нормальную системную такую работу, понятную для всех.